До Нового года осталось полмесяца и пора позаботиться о главном атрибуте праздника, о новогодней елке. Мы решили выяснить, сколько стоят елки и вообще какой ассортимент представлен в Абакане. И начнем мы с живых елок. Как рассказали продавцы, средняя цена за живую елку высотой 2,5 метра примерно 1000-1500 рублей. Такие берут в квартиры. Чтобы поставить елку во дворе, можно выбрать более рослое дерево. Например, такая 4-метровая красавица обойдется в 3000 рублей. Живая елка хоть и прослужит лишь один Новый год, зато подарит волшебный аромат детства. У нас есть все заказы, даже сосну. Есть даже сосна у нас, елка, пехта. Мы смотрим на людей, бабушка подойдет, и сразу просто скидываем и все. Потому что как бабушка возьмет большую елку, если бы ей надо, а она не может взять. Для дома, мне кажется, отличный вариант. Вот такая 2-метровая елочка. Она достаточно пышная и стоит всего 700 рублей. Для тех, кто не хочет ставить дома елки, можно приобрести более компактные украшения. Вот такой еловый букет стоит всего лишь 100 рублей, ну а цена веточки, внимание, 10 рублей. С точки зрения практичности, выгоднее, конечно, взять ель искусственную. Это вложение на долгие годы. Она не сыпется и выглядит очень нарядно. Ассортимент искусственных елок делится, как правило, на два вида таких изделий. Елки из ПВХ и более дорогие – силиконовые. Последние ценятся выше. Как уверяют производители, они практически вечные. И главное, они видом своим практически имитируют настоящую живую елку. Вот такая красавица высотой 2,10 будет стоить 12 тысяч рублей. Елка аналогичной высоты из ПВХ стоит, внимание, в два раза дешевле. Вот такая ель стоит 6 тысяч рублей. Она тоже, как мне кажется, симпатичная, однако иголки на ветках более уязвимы. Как минимум, их можно просто оторвать. Есть елочки, дополненные искусственным снегом. Такие выглядят особенно сказочно. На цену такое оформление особо не влияет. В некоторых моделях предусмотрена встроенная иллюминация, а значит, никаких лишних проводов от гирлянд. Плетеная в каждую веточку на зеленом проводе, там провода вообще не видно, то есть только лампочки теплого цвета с завода. Лампочки не перегорают, то есть если она даже перегорит или как-то вы случайно раздавите, лопнете, на остальные лампочки не повлияет. Они не нагреваются, лампочки диодные. Самая дорогая елка, которую мы нашли, стоит 80 тысяч рублей. Она полностью укомплектована игрушками и высота ее 3 метра. Абаканцы любят и живые ели, и искусственные. У нас искусственные. А почему? Ну потому что ребенок маленький, и если живую поставить, то можно пораниться. Она может стоять несколько лет и остается в том же неизменном положении и состоянии. Я предпочитаю все-таки искусственную елку, потому что мне очень жалко натуральные елки. Мне жалко их потом выбрасывать после Нового года. Конечно будем, а как без елки? Какую елку вы предпочитаете? Ну, живую, лесную, да. Раньше ставила живую, а сейчас такая искусственная. Живую, да, лесную. Настоящую елку. Живую покупаете? Да, да, да. А почему? Потому что это, наверное, из детства все пришло к нам. Праздник из детства. И елки из детства те. Все от жены зависит, какую скажут, такую поставим. Я думаю, натуральную елку поставить, запах. Ну, правда, это жена ругается, говорит, много мусора после нее. Кстати, елку можно и не ставить, а вместо дерева украсить дом новогодней композиции. Они выполнены из веток датских елок, говорят флористы. Такие не желтеют и не осыпаются. Самый бюджетный вариант – ветки, дополненные хлопком и корицей, цена 700 рублей. Если добавить свечу, то украшение будет стоить 900 рублей. Есть и вот такие объемные композиции в деревянном ящике. Цена такого декора – 1800 рублей. Можно купить и имитацию маленькой елочки. Это живые ветви, собранные в форме дерева.